Великий Октябрь Каждая годовщина Октября великий праздник для всех поколений советских людей, говорит ветеран партии Михаил Петрович Чернышов. Самые тяжелые годы гражданской войны и разрухи, по указанию Ленина, герои Октября, герои гражданской войны помогли нам, малограмотным, плохо одетым, голодным, стать строителями нового общества. Для нас этот праздник особо имеет значение, потому что все то, что нас окружает и все, что мы видим, переполняет наши сердца глубокой гордостью за наш народ, за нашу партию. Парад принимает первый заместитель министра обороны СССР, маршал Советского Союза Соколов. Товарищ маршал Советского Союза, войска московского гарнизона для парада, вознаменование 67-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены. Командующий парадом генерал армии Лушев. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Ура! Закончив объезд войск, маршал Советского Союза направляется к мавзолею Ленина. Товарищи воины советских вооруженных сил, трудящиеся Советского Союза, уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства, приветствую и поздравляю вас со всенародным праздником 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Советский Союз, сказал далее товарищ Соколов, выступает неизменным и непоколебимым знаменосцем мира. Своим самоотверженным трудом наш народ укрепляет экономическую и оборонную мощь Родины. Советские воины, воспитанные в духе беспредельной преданности коммунистической партии, социалистической Родине, своему народу, верные революционным и боевым традициям, надежно стоят на страже мирного созидательного труда советского народа. В едином боевом строю с воинами армии государств, участников Варшавского договора, они поддерживают высокую бдительность и всегда готовы с честью выполнить твой патриотический и интернациональный долг. Да здравствует 67-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Да здравствует героический советский народ и его доблестные вооруженные силы. Слава Ленинской коммунистической партии Советского Союза, вдохновителю и организатору всех наших побед. Ура! Ура! Представители разных родов войск, рассматривают участие в параде как рапорт партии и народу о высокой боевой выучке наших вооруженных сил, их постоянной готовности к защите завоеваний октября. Слава Ленинской коммунистической партии Советского Союза, начинается праздничная демонстрация представителей трудящихся Москвы. Слава Великому Октябрю, открывшему новую эпоху в истории человечества, эпоху торжества социализма и коммунизма! Ура! Среди гостей праздника ветеран труда Людмила Александровна Панюнина. Сегодня большой праздник, великий праздник – это рождение нашей страны Советов. Я, 15-летняя девчонка, пришла на завод АМА, бывшая АМА, теперь ЗИЛ, где прошла большую школу. Наши ветераны стараются передать свой опыт молодежи. И мы всегда помним, когда Владимир Ильич Ленин на Третьем съезде комсомола говорил «Учиться, учиться, учиться! Учиться коммунизму! Учиться расчетливо экономиться, расчетливо хозяйничать!» Говорит строитель БАМа, герой социалистического труда Юрий Бочаров. «Прошло 10 лет, с тех пор, нам кажется, вроде недавно мы отправились в Красной площади на строительство Байкало-Амурской магистрали. И сейчас я гордостью от имени многотысячной армии строителей БАМа могу доложить, что трасса действует. В этом году свой второй космический полет совершила Светлана Савицкая. Наша страна достигла небывалых высот в экономическом и социальном развитии. И все это создано руками советских людей. И, конечно, мы, космонавты, стараемся в меру своих сил вносить определенный вклад в это могущество нашей страны, для того, чтобы народно-хозяйственные задачи, экономические задачи успешнее решались бы и благодаря выполнению космических полетов. День 7 ноября, красный день календаря. Посмотри в свое окно, все на улице красно. Весь народ, и стар, и млад, празднует свободу. И летит мой красный шар прямо к небосводу. Люди на земле все хотят мира. Вот, мира, дружбы, чтобы не было войны. Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии, вперед к новым победам в коммунистическом строительстве. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова